Сегодня 16 января. 16 января 1724 года Пётр I запретил в России браки по принуждению. Вслед за указами, вводившими налог на право носить бороду и о запрете носить длиннополое платье, изменением подвергся и семейный уклад. Указ установил новый порядок бракосочетания. Старомотные смотрины были заменены обручением. Отныне невесты могли сами выбирать себе женихов. Так что крещенский сочельник 18 января многие девушки встречали с радостью и ожиданием счастья. Тем более, что в этот день принято было гадать на суженого. Точно в такой же день, 1855 года, в зале губернского дворянского собрания было шумно и многолюдно. Самарцы веселились на роскошном балу. Вся выручка от торжества, около 1 тысячи рублей, пошла на лечение солдат, раненых при героической обороне Севастополя. Без малого год держали оборону Севастополя русские солдаты. Эта битва стала кульминацией Крымской войны. Общие потери русских войск за время обороны города составили 102 тысячи человек. 16 января 1872 года в Самаре открылась Александровская ремесленная школа. Детей здесь обучали столярно-токарному, сапожно-башмачному и портняжному делу. Словом, готовили мастеров на все руки от скуки. Своего рода таким же самородком был и самарский часовщик Василий Кальдебаев. Слава о самарском кулибине гремела на всю губернию. Об этом можно судить по краткой информации в самарских губернских ведомостях. 16 января 1860 года газета писала, что Кальдебаев, известный своими пожарными инструментами, нашел уголь возле села Кашпер Самарского уезда. Дела сельского умельца шли настолько успешно, что он со временем перебрался в Самару и открыл на Дворянской улице магазин. Торговал не только своими изделиями – часами, абажурами, сельскохозяйственными инструментами, но даже велосипедами собственной сборки. 16 января 1911 года при самарской гостинице «Бристоль» на Дворянской, ныне улице Куйбышева, открылся ресторан. Он считался лучшим в Самаре. На кухне худесничал московский повар, который готовил эксклюзивные блюда и необычные закуски. Так что не только местные гурманы, но и гости знали, где можно вкусно поесть в Самаре. Окунемся в мир кино. В этот день, в 1934 году, родился знаменитый актер театра и кино Василий Семенович Лановой. Он снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир» Анна Каренина. 250 лет назад на свет появился Франсуа Жозеф Тальма, французский актер-реформатор. В честь него названа Тальма – женская длинная накидка без рукавов. Сегодня 155 лет со дня рождения Джакомо Пучини. Итальянский композитор сочинил 139 опер. Сегодня день ангела у Ирин и Анастасии. 16-й день января указывал на погоду в марте. Погода на Малахе метит март, говорил народ. И примечал, если появилось на небе белое большое облако, быть метелей в юге. Увидимся завтра. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok